Всем привет! Сегодня у нас на сдочке будет нож от Владимира Толкачева, который он сделал для себя лично. Нож выполнен из стали М398 с твердостью 65 единиц по роквиллу и термообработка от Сергея Бурова. Современная порошковая суперсталь М398 изготавливается на австрийском заводе Беллер. По своим режущим свойствам она походит на Ванадис 10, но имеет выше коррозионные свойства. По сравнению с популярной М390, сталь обладает более высокой износостойкостью, а значит будет хорошо и долго держать хорошую заточку. Но из-за особенностей технологии обработки остается редкой премиальной сталью. При термообработке достигает высоких значений порядка 67 единиц по роквиллу. По самому ножу. Рукоять у нас сделана из G10 Extra от Crazy Fiber. Толщина по обухлу ножа 3 миллиметра, длина клинка 120 миллиметров. Ну и по просьбе Владимира будем его точить на 36 градусов. Сейчас у ножа отсутствует заточка, мы будем создавать ее и чтобы не поцарапать случайно нож, мы его обклеиваем малярным скотчем. Сведение у ножа достаточно маленькое, заточку мы будем начинать с алмазного камня 100 на 80, 100% концентрации. Устанавливаем камень и будем выставлять угол. Обнуляем угломер и на держателе абразива выставляем 18 градусов. Или 36 общий. Из-за того, что у нас будут производиться обдирочные работы, мы дополнительно фиксируем подъемник винтом. Вот 18 градусов мы выставили. И приступаем к обдирке. Так, сейчас на заусенец мы вышли. Переворачиваем камень на сторону 50 на 40 и уже уменьшаем риску. Проточили камнем 50 на 40 и будем переходить на 20-14. Камень у нас уже будет на ОСБ-связке и поэтому работать будем с маслом. Добавляем масло для заточки на камень 20-14 и приступаем к заточке. Сейчас быстро пройдемся 20-14, потом 7-5-3-2 и уже перейдем на алмазной пасты на дубовом бланке. Сторона 7-5. Чтобы не завалить кончик ножа, естественно, придерживаем пальцем. Ну и сторона 3-2 на ОСБ-связке. Это у нас уже будет последний камень перед полировкой. Очищаем нож от масла. Из-за того, что у нас толщина брусков может отличаться между алмазным камнем и дубовым бланком, поэтому замеряем угол. 18 ровно. Устанавливаем дубовый бланк и проверяем. 18 ровно. В данном случае угол у нас тот же самый. Наносим алмазную пасту 7-5. И движениями только на себя начинаем полировку. Время полировки у нас заусенца уже нет. Мы его окончательно убираем и ориентироваться необходимо на риску, который у нас остается от камней и от пасты. Чем меньше риска, тем лучше. Ну и также никакого давления во время полировки. Потому что если вы начнете давить, режущая кромка у вас начнет отходить от камня. Сейчас паста 3-2. Работаем также на себя. Ну как я уже говорил ранее, самые долгие процессы это у нас обдирка и финиширование. В данном случае у нас полировка и чем дольше мы работаем, тем чище у нас будет подвод. Всеми любимый тест на ударное разрезание. Везде все чисто. Даже шуршание не слышно. Проведем тест на остроту на устройстве БЭС. 9 грамм. Под микроскопом у нас все хорошо. Чистая ровная РК. Максимально убрана риска. Кое-где слегка просматривается, но в принципе это нормально. Благодаря поворотному узлу у нас получились идеально ровные и зеркальные с двух сторон подводы. Это продлит наши заточки срок службы, а совместно со сталью М398 и полировкой нож будет оставаться острым очень долгое время. Нож у нас бритвенно-острый. Прекрасно справляется. Также ссылка на самому мастера Владимира Толкачева будет в описании к этому видео, поэтому кого заинтересует такой нож, пишите ему. Всем спасибо, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и вступайте в нашу группу ВКонтакте.